Я уехала из России, когда мне было восемнадцать, учиться в Канаду. В Канаде я училась на... изучала языкознания, то есть изучала лингвистику, выучила три других языка, то есть английский, французский, испанский. Я училась на всех этих трех языках, обучалась на всех трех языках. И, честно говоря, я до сих пор люблю изучать разные языки, я работала на... около... на пятнадцать языках, наверное, да. Я слышал, что ты изучала испанский язык на пяти месяцев. Как был этот опыт? Ты смогла выучить испанский язык, ну, уровень после этих пяти местах был хороший или не очень хороший? Во-первых, за три месяца я выучила испанский, за три месяца, в общем-то, за лето, да. Идея была в том, что я хотела учиться на испанском, и мой университет... В моем университете была, как бы, эта возможность, то есть брать курсы на испанском языке. Не курсы испанского, а курсы, допустим, лингвистики на испанском. То есть я... это именно то, чем я хотела заниматься. Поэтому я записалась, как бы... мой испанский был на нуле. Я сразу же записалась на экзамен daily B2, то есть это более-менее средний, средний, высший уровень испанского где-то там, да. То есть три месяца спустя я должна была брать этот экзамен. И за эти три месяца я, в общем-то, выучила испанский. То есть я очень много читала на испанском. Я слушала очень много различных подкастов на испанском, на различные темы, которые в целом меня интересовали. То есть это как бы самая основная идея. И три месяца спустя я поехала в Испанию. Взяла как бы для теста, но у меня была неделя перед тестом, чтобы попрактиковать говорение на испанском, потому что до этого, до Испании я, в общем-то, никогда не пыталась говорить на испанском. Не было возможностей. Вот. И я записалась на курс дайвера-спасателя Padi, то есть это скоба-дайвинг с испанским, с испаноговорящим инструктором. Вот. И это меня как бы, мне это очень помогло начать говорить. И я через неделю как бы прошла, сдала экзамен и получила свой диплом в испанском. Так что да, три месяца. Интересно. А как был твой опыт, когда ты изучала английский язык? Я читал, что ты долго ее изучала, но что твой уровень прокачал, когда ты уехала, а когда ты жил, переехала в Канаде. Скажи мне об этом. Как бы в России английский изучается в школах. То есть с первого или второго класса ты начинаешь брать курсы английского языка примерно раз или может два раза в неделю, то есть час или два в неделю на протяжении 10-11 лет. Проблема в том, я так полагаю, эта проблема распространяется на все страны мира. Не особо ты язык учишь в школе, потому что после этих 10-11 лет я, честно говоря, не могла ни читать, ни говорить, ни писать. То есть у меня на английском, у меня не было каких-то особых навыков. И до того, как я начала сама как бы изучать английский, по собственному, как бы следуя собственным интересам, следуя собственным методам, скажем так, снова я как бы начала читать на английском на тему вещей, которые меня интересовали. То есть это был технический дайвинг в моем случае. То есть когда я в самом деле начала читать для себя на английском учебники технического дайвинга, учебники пади, мой английский начал улучшаться. Потом я уехала из России, я не переехала в Канаду сразу, я там попутешествовала между Россией и Крымом пару лет. Вот. Но как бы все равно помогают, потому что, допустим, ты за границей, ты не уехал в Таиланд, ты в Таиланде. И ты встречаешь людей из других стран, которые не говорят, естественно, на русском, но говорят более-менее на английском. И как бы мой английский был не особо хорошим, их английский был не особо хорошим. Как бы два человека, не говорящие на английском, вы только понимаете в любом случае. Вот. И я помню, прям у меня было... Первый раз я использовала свой английский в Таиланде с девчонкой из Малайзии. Мы проговорили два часа, и для меня это было просто... Я была в восторге. Я так, я могу использовать свой английский, наконец-то я могу говорить в течение двух часов без проблем. То есть я могу поддерживать разговор. То есть для меня это был как бы почти что прорыв, скажем так. Вот. А потом, понятно, чтобы приехать в Канаду, ты должен сдать экзамен по-английскому. То есть я сдавала IELTS, готовилась к нему, ясное дело. То есть снова много чтения, много письма, много курсов на английском. И приезжаешь в Канаду, там начинаешь учиться на английском. Как тебе понравилось учиться в Канаде? Ты бы порекомендовал это? Дорогим русским? Ну вообще для людей, которые думают об изучении, об получить обучение в Канаде. Ну, твой опыт был хороший или... Да, я бы сказала, что у меня был очень хороший опыт обучения в Канаде. Я считаю, что в целом, особенно для русскоязычных людей, это гораздо лучше получить диплом в Канаде, чем в России. Потому что канадский диплом будет приниматься в общем-то везде в Канаде, в Штатах, в Австралии, в Европе, в России. Тебя с открытыми руками примут. А вот российский диплом, допустим, ты приезжаешь в Канаду, тебе нужно его аккредитировать. То есть там гораздо больше проблем у тебя появляется с твоим российским образованием, я считаю. Плюс я считаю, что это очень хорошая идея поехать куда-то в другую страну на обучение, потому что ты получаешь фундаментальный просто опыт, изучаешь что-то другое, новый язык, новые люди, новые друзья. Особенно когда ты молодой, чем еще по жизни заниматься? Ключ для изучения иностранного языка это что? Это говорить, это читать, это и говорить, и читать оба. Что ты думаешь самое главное, когда мы изучаем иностранный язык? Честно говоря, я считаю, что ключ к изучению другого языка, иностранного языка, это, я не знаю, какое слово по-русски, опять-таки, input. То есть, скажем так, чтение, слушание, понимание огромного количества информации на этом языке. То есть ты находишь книгу, ты находишь подкаст, ты находишь YouTube-видео, и просто приучаешь свой мозг к пониманию информации на другом языке. То есть для меня это ключ. Ну, естественно, потом приходит говорение, письмо и так далее. Но, мне кажется, самое важное, это начать понимать иностранный язык на более-менее высоком уровне. Спасибо.